Тем, у кого есть имущество, сегодня отправлено уже полмиллиона налоговых уведомлений. Всем владельцам автомобилей, земельных участков, квартир, гаражей и дач они попадут до конца октября. Половина уже загружена пользователям личного кабинета налогоплательщика. Я хочу обратить внимание, что пользователи личного кабинета налогоплательщика, а это наш официальный сайт, они уже все получили налоговые уведомления. Эти уведомления выгружены им непосредственно в кабинет. Что касается тех рязанцев, которые ждут по почте свое уведомление, то им бы хотелось тоже предложить, не дожидаясь, пока это уведомление подойдет, посмотреть, сколько начислено, что начислено, и воспользоваться преимуществами нашего сервиса. Попасть в личный кабинет не так уж и сложно. Достаточно, чтобы была регистрация в госуслугах. Нужно найти на сайт Федеральной налоговой службы, выбрать раздел «Физлица», следом «Личный кабинет» и нажать на «Войти через госуслуги». Уже в этой вкладке покажут сумму налога. Здесь же, кстати, можно и оплатить. А вот если до 1 декабря о платеже забыть, то это точно аукнется. Уже со 2 декабря будут начисляться пени. Причем, чем больше сумма налога, тем, естественно, будет и сумма пени больше. Ну, понятно, что есть какие-то объективные причины, но, как правило, это все-таки некая такая, знаете, забывчивость наших граждан. Поэтому хотелось бы вот сейчас и напомнить как раз рязанцам, что нет необходимости дожидаться штрафных санкций. Имущественный налог предстоит заплатить за 2021 год. Общая сумма для рязанцев накопилась хорошая – 2,8 миллиарда рублей. Кстати, больше прошлого года – на 16%. В помощь налогоплательщикам на сайте ФНС России размещена специальная страница – налоговое уведомление 2022. Она поможет разобраться с содержимым уведомления. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город.